Снова привет! Меня зовут Ира, и спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня мы будем говорить о транспорте. Вы знаете, что это такое? Транспорт. Транспорт – это машина, автобус, самолёт и так далее. Если вы ещё не смотрели видео о том, когда мы используем глаголы идти, ходить, когда мы используем глаголы ехать, ездить, я советую вам сначала посмотреть это видео. Я оставлю ссылку здесь или внизу. Посмотреть видео о падеже 4 и потом смотреть видео о транспорте. Но если вы уже рассмотрели, или если вам просто интересно, как в русском языке мы говорим о транспорте, то давайте посмотрим. Итак, первое, что вам нужно знать или, если вы уже знаете, просто вспомнить, какой глагол, глагол движения мы используем, когда говорим о транспорте. Вы знаете, что в русском языке есть глагол идти, ходить. Но его мы используем, когда идём пешком, то есть используем свои ноги. Но у нас также есть глагол ехать, ездить. Этот глагол мы используем, когда двигаемся на транспорте. Отлично! Но сегодня нам нужен будет ещё один глагол, глагол лететь, летать. Если вы не знаете этот глагол, то, пожалуйста, посмотрите на то, как он изменяется. Вот здесь. И здесь же будет глагол ехать, ездить. Просто чтобы вспомнить, как мы его изменяем. Отлично! Ещё один момент, который вам нужно вспомнить – это предложный падеж. Зачем? Ну, потому что, когда мы говорим о транспорте, все существительные, которые мы используем, они в предложенном падеже. И, конечно же, вам нужен вопрос, который мы используем, когда ставим существительное в предложенный падеж. Внимание на доску! Итак, это вопрос «на чём?». Ну, например, если мы будем говорить о глаголе ехать, ехать на чём? Я надеюсь, что эта грамматическая часть была понятна. А теперь давайте посмотрим, какие же виды транспорта есть, какие мы обычно используем. Вы, наверное, увидели, что здесь я не написала вопрос «на ком?». Да, потому что вы помните, что вопрос «на ком?» мы используем, когда говорим о человеке. Я думаю, что не так часто мы ездим на людях, поэтому я предлагаю не использовать этот вопрос. Только если вы ребёнок, и вы играете с вашим братом, и вы ездите на нём, да, тогда возможно. Но наш урок сегодня не об этом только виды транспорта. Итак, на машине. Слово «машина». Я думаю, понятно, что это такое. Если нет, пожалуйста, посмотрите. На мотоцикле. На велосипеде. Пожалуйста, посмотрите, как я произношу «велосипеде». На самокате. Знаете, что это такое? Самокат. Если не знаете, давайте посмотрим сюда. Вот этот человек, он едет на самокате. Так, отлично. Дальше на скейте. Что это такое? Скейт. Вот это скейт, и этот человек едет на скейте. Отлично. Такси. Ехать на такси. Очень важно. Вот это слово «такси» мы не изменяем. Такси – единственное число. Такси – множественное число. Любой падеж. Такси. Очень важно. Дальше. На автобусе. На маршрутке. Послушайте, как я произношу «на маршрутке». Маршрутке. Вот эта вот часть немного сложная может быть. Многие спрашивают, в чем разница маршрутка, автобус. Маршрутка обычно маленькая. Там может ехать меньше людей, чем в автобусе. Автобус большой. На трамвае. На троллейбусе. Всегда студенты задают мне вопрос, какая разница. Разница есть. Ну, сейчас сначала давайте поговорим о троллейбусе. У троллейбуса у него есть провода. Он едет вот так. А у трамвая у него есть и провода, и у него есть рельсы, как у поезда, специальные на дороге. Понятна разница? Отлично. На поезде. На электричке. Еще один вопрос. В чем разница поезд-электричка? Поезд вы используете, когда едете в другой город. И обычно этот город далеко. Например, вам нужно ехать день и ночь, и вам нужно там спать. В электричке люди никогда не спят. Там можно только сидеть. В поезде можно спать, можно сидеть. Например, электричку люди используют в Москве, многие люди, не все, каждый день, чтобы ездить на работу, если они живут не в Москве, а в Подмосковье. И там нет метро. Сначала они едут на электричке, а потом они едут на метро. Поезд. Поезд, если вы хотите поехать в другой город, спите там, или если у вас не очень много денег, есть недорогой поезд, где вы можете сидеть. Но запомните, что разница. Можно только сидеть, спать или сидеть. Это если вам нужно ехать далеко. Так, ну и, конечно же, метро. В метро не электрички. Очень важно. В метро поезда. Но вы можете говорить, например, каждый день мои друзья ездят в университет на метро. Отлично. И я говорила вам, что кроме глагола ехать, ездить, вам нужно вспомнить глагол лететь, летать. Еще раз посмотрите вот здесь, как мы изменяем этот глагол. Потому что сейчас будет два вида транспорта, которые мы используем с этими глаголами. Почему? Потому что, например, самолет, вертолет, они используют небо. Они, вот эта дорога, они не здесь, они вот здесь. Поэтому мы используем глагол лететь, летать. Итак, лететь и летать. Например, возьмем глагол лететь. Тоже лететь на чем? Лететь на самолете. Лететь на вертолете. Может быть, есть вопрос, какая разница? Так, на вертолете. Давайте нарисую. Я не очень хорошо рисую, но вот примерно так выглядит вертолет. Кажется, у него здесь еще есть эта вещь, но я не уверена. Вы летали на вертолете? Я никогда. Мне кажется, это очень шумно, очень громко и неприятно. И последнее, о чем я хотела с вами поговорить, это такой вид транспорта, который мы используем не на улице, а в здании. Это лифт. Например, если вы живете на девятом, десятом этаже, ну или на втором, и вы очень ленивый, вы обычно идете не пешком, вы используете лифт. И мы говорим ехать или ездить на лифте. Итак, это все, что я хотела вам рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, как всегда, можете написать их внизу. А я предлагаю сейчас немного потренироваться. Маленькое упражнение, чтобы вы проверили себя, понятно было или непонятно. Поехали! Итак, первое предложение. Ты часто летаешь? На самолете. Ты часто летаешь на самолете? Я не часто летаю на самолете. Но я люблю летать на самолете. А вы? Вы любите летать на самолете? Так, предложение два. Мой брат ездит на машине. Третье предложение. Я не хожу на работу пешком. Я езжу на самокате. Предложение четыре. В воскресенье туристы ездили в Москву на поезде. Предложение пять. Таня едет домой на маршрутке или на автобусе? И предложение шесть. Костя не любит ездить на такси. Слово такси мы не меняем. Я вам уже говорила. Мы изменяем по падежам существительные, но есть такие существительные, которые мы не меняем. Например, слово такси. Итак, я очень надеюсь, что информация была полезна. И теперь вы сможете говорить по-русски о транспорте, говорить о том, на чём вы ездите на работу каждый день. Куда вы едете сейчас? На чём? На чём можно летать? На самолёте? На вертолёте? Я желаю вам удачи в изучении русского языка. И надеюсь, что вы ещё зайдёте на мой канал, потому что будет много других интересных видео. А я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok